В Славянском районе отметили праздник весны и труда. Для жителей и гостей в городе была подготовлена большая праздничная программа. Вместе со славянцами в первомайских гуляниях приняли участие и наши корреспонденты. Что им удалось увидеть и где они побывали, смотрите в следующем материале выпуска. Традиция отмечать 1 мая, праздник весны и труда, вот уже многие десятилетия остается неизменной в нашей стране. 1 мая стал неотъемлемой частью российской истории и наших традиций. Это один из самых любимых праздников для людей разных поколений на протяжении многих лет. И несмотря на то, что из соображений безопасности первомайская демонстрация не проводилась, славянцам было где весело и интересно провести этот замечательный майский праздник. На театральной площади для жителей была подготовлена большая концертная программа, в которой выступили лучшие творческие коллективы. Здесь же на площади развернулась межмуниципальная выставка-ярмарка товаропроизводителей. Техника, видеооборудование, стройматериалы, фермерские продукты. Все это можно было не только купить, узнать где и как это производится, но и продегустировать представленную продукцию. Наше крестьянско-фермерское хозяйство существует уже 30 лет. В этом году у нас юбилейная дата 30 лет. Мы занимаемся выращиванием зерновых культур, разведением овец и выращиваем овощи закрытого грунта, выращиваем грибочки, консервируем. Но сегодня 1 мая мы не могли не принять участие на ярмарке. Это же праздник труда, трудящихся и немножко поднять людям настроение. Все участники выставки товаропроизводителей, числе которых были и гости из соседних районов, были отмечены благодарственными письмами главы района. Награды вручил председатель районного совета Григорий Литовко. Компания наша называется «Дозор-23». Работаем мы в Саенске на Кубани с 2006 года. Занимаемся охранными системами, предоставляем системы видеонаблюдения, домофоны, контроль управления доступом. За 17 лет существования мы уже открыли 6 магазинов по всему Краснодарскому краю, поэтому все, кому нужна безопасность, наша дружная компания, профессионалы, готовы помочь. Рады предоставлять свою продукцию, свои услуги. Всех с праздником, 1 мая. Также на театральной площади в этот день можно было познакомиться и с творчеством народных умельцев. Здесь прошла ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители встречали игрой на балалайке. Олег Гущин специально приехал из Брюховецкого района к нам на ярмарку, чтобы поделиться своим творчеством со славянцами. У него семейная мастерская, где изготавливают изделия народного творчества в городецком стиле. Игрушки, посуда, домашняя утварь – все это сделано руками, соблюдением всех традиций, которые в этой семье передаются по наследству. Началось все, как говорится, с детства. То есть наш, ну мой тесть, получается, дедушка, он, как говорится, вникся в эту культуру, в русскую. Они еще жили тогда в Нижегородской области и все это начал перенимать. То есть легло. Вот. И передал всем нам. Ну это очень важно. То есть если мы не помним прошлого, то мы не будем будущего. То есть без прошлого нет будущего. То есть надо всегда помнить, откуда мы. На выставке было представлено большое разнообразие народного творчества. Многих славянцев привлекла лавка с плетенными и столярными изделиями. Табуретки, корзинки, игрушки из дерева – все очень добротно и мастерски сделано. И даже не верится, что это сделано руками начинающих умельцев, которые только перенимают опыт старших товарищей. Мы представляем социальные мастерские «Добрые руки». Ребята для нас делают изделия, а мы, Леша, я представляю мастера сегодня, он у нас 19 лет, вот в социализации людей с инвалидностью. Сегодня участвуем в этой ярмарке. Всем гостям первомайского праздника волонтеры Победы раздавали Георгиевскую ленту. По уже сложившейся традиции, именно 1 мая в нашей стране официально стартует всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента» и начинает свою работу стационарный пункт сбора благотворительных пожертвований. Все собранные в ходе акции средства будут перечислены на счет военных госпиталей для ветеранов. Прикрепить черно-оранжевый символ Победы к своей одежде значит сказать «Я помню и я горжусь своей страной и своей историей». Замечательная эта традиция такая, она дает нам, что мы, как сказать, помнили о наших предках, о нашей родине, ну обо всем. Для меня она очень многое значит. Для меня, во-первых, это патриотизм. Я хочу, чтобы мои дети знали, великие подвиги наших великих сограждан, они должны оставаться в истории, чтобы не повторять ужасные вещи. Для юных жителей Славянска-на-Кубани также была подготовлена большая праздничная программа. На обновленной набережной для них работали разнообразные тематические площадки. Здесь можно было поучаствовать в мастер-классах, порисовать, поиграть, посостязаться в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Одним словом, скучать ни детям, ни их родителям было некогда. Чудесный праздник. Поучаствовали на лыжах, на скакалке, потом кубики пособирали. Очень интересно. Много всяких заданий интересных. Сейчас дальше пойдем. Там еще какой-то семейный конкурс. Сейчас всей семьей пойдем. Поздравляем всех с праздником. Первого мая. Всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Первое мая – это день. Был и остается для всех нас символом мира и созидания, дружбы и согласия. Он не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение люди будут собираться, чтобы по старой доброй традиции вместе отметить День труда, порадоваться весне и поздравить друг друга. От лица Управления по делам молодежи, Молодежного центра «Континент», от всей нашей молодежки мы поздравляем всех с 1 мая, с этим прекрасным днем. Несмотря на прогнозы, не очень благоприятные, сегодня все-таки появилось солнышко. У всех замечательное настроение и пусть это настроение сохранится у нас на нашу весну и на предстоящее лето. Всех с праздником, этим большим, очень народным праздником, чтобы все было у всех хорошо, прекрасно и чтобы было чистое небо над головой. Поздравляю всех жителей нашего района, нашего края с таким замечательным праздником и надеемся на то, что мир, труд, май, будет настроение у всех. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».